МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семью Фроловых единственными юридическими, генетическими родителями близнецов. Сразу отмечу, что суррогатную мать такое решение суда подвергла в шок. Как и ее адвоката, они намерены обратиться с кассационной жалобой в высшую инстанцию. На это у них есть 10 дней по закону. Ну и сама семья Фроловых от такого решения в шоке. Правда, конечно, уже в счастливом шоке. Я предлагаю послушать их первую реакцию, которую они поделились с журналистами. Я готова, например, сейчас поехать и забрать хотя бы одного ребенка, что в моих силах. Юрист давал рекомендации, каким образом уклоняться от передачи детей моим доверителям. Мы все-таки надеемся, что Татьяна поступит по-человечески, спокойно отдаст детей без драки, без травм. Хотя то, что мы слушали сегодня на суде, я поняла, что она не собирается так делать. Ну вот сразу после того, как было оглашено решение суда, Марина и Сергей Фроловы поехали на Васильевский остров. В коммунальную квартиру, в которой последние несколько месяцев суррогатная мать проживала с их сыновьями. Но, к сожалению, несмотря на присутствие журналистов, дверь Фроловым никто не открыл. Как, впрочем, и предыдущие разы, когда семья предпринимала попытки увидеть своих мальчиков. Сейчас, к сожалению, Фроловы поставлены в такую ситуацию, что они не могут в полной мере реализовать решение суда, для того, чтобы обратиться, например, к судебным приставам или к полиции, чтобы забрать своих детей из квартиры, в которых не пускают, им необходимо иметь на руках распечатанное решение суда. Готово оно, к сожалению, будет только через три недели. И Марина и Сергей Фроловы очень сильно надеются на то, что суррогатная мать проявит благоразумие и никуда не исчезнет с их законными сыновьями. Екатерина. Да, Анастасия, спасибо большое. Напомню, это была моя коллега Анастасия Глебова из Санкт-Петербурга о том, что последовало за решением суда отдать близнецов биологическим родителям.